Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Мы поговорим о проблеме, которая возникает у многих огородников. Огурцы цветут, но все пустоцветы, а нет урожая. Что делать, если в этом трагедия? Ну, во-первых, давайте выясним причины, от чего появляются пустоцветы. Появление пустоцветов способствует посеву свежими семенами. А как определить свежие семена или не свежие, это сделать трудно, поскольку сейчас мы покупаем семена в магазинах, и там есть срок фасовки и срок годности. Мы не знаем, свежие это семена или нет. Для того, чтобы свежие семена заставить плодить, есть очень простые проемы. Это прогревание семян. Прогревание семян, это надо было сделать перед посевом, даже для профилактики, просто как предупредительную меру. Прогревать можно где-то возле батареи, повесить мешочек с семенами, чтобы повесили хотя бы недельку, или прогревать в теплой воде. Температура где-то 40-42 градуса. На полчаса семена опустили, прогрели, уже они будут плодить. Но мы этого не знали, мы этого не сделали. А урожая хочется. Что сделать для того, чтобы у нас был урожай? И мы не зависели как бы от милости природы. Делается очень просто. Если ваши огурчики поднялись, обычно цветы, что есть пустответы, получается на растение где-то 6-7 настоящих листьев. И они обильно цветут. Значит, не отчаивайтесь, все поправимо. Делается очень просто. После 6-7 листа мы прищипываем главную пледь. Прищипнули главную пледь, цветет пустответовая, вся желтенькая. Обрывать не надо, это напрасный труд. Вы этим не ускорите появление плодового. А прищипываем главную пледь. Прищипнули главную пледь, и вот дальше надо необходимо поработать 2 недели. В каком направлении? Направление очень простое. Мы свои огурцы будем подсушивать. То есть доводить до состояния, чтобы они подвяли. Начнут они уже вянуть, начинаем поливать. Полили, и опять ждем дошли, чтобы они опять подвяли. Если 2 недели так пройдет, значит наши огурцы что сделают? Они начнут давать боковые пасынки. А на боковых пасынках уже будут как бы завязи. Появятся завязи. Это раз. Потом, раз появятся завязи, наши огурчики уже начнут плодить. Ну вот после того, как наши огурчики уже за наше издевательство, можно сказать, над ними начнут давать завязи. Что необходимо? Необходимо простимулировать рост этих завязей. Следующий этап, это будет подкормка. С чем подкармливать наши огурчики? Ну, если вы живете в сельской местности, у вас есть коровяк, значит мы берем, значит 1 литр коровяка, берем 15 грамм, это чайная ложка сверху аммиашной селитры, или и плюс 20 грамм суперфосфата. Вот такую подкормку мы делаем для наших огурчиков. Если у вас этих, ну как бы, компонентов нет этого коровяка, значит мы берем чайную ложку монокалифосфата и плюс чайную ложку мочевины. Эти удобрения смешиваем на 10 литров воды и поливаем наши огурчики. Поверьте, урожай будет, ну, прямо изумлять. И огурцы вас за эту заботу, за то, что вы о них позаботились, сразу помучали, потом позаботились, они вас будут благодарить очень долго-долго. Будет прямо огурчик на огурчику. Только не забывайте своевременно собирать урожай. Появление пустоцветов способствует также сорта. Пустоцветы чаще всего появляются, конечно, в сортов, которые пчелы опыляемые. Они, конечно, самые вкусные огурцы, они идут в засолку, прекрасные вкусовые качества, но вот именно в этих огурцах как бы есть пустоцветы. Все новые сорта, которые выводят наши селекционеры, как бы самоопыляемые, и они в своем большинстве пустоцветов не имеют. Но бывают семена где-то перепутанные, где-то кто-то вам дал, поделился, и вы не знаете, пчелы опыляемые, самоопыляемые. Смело высевайте, но не забывайте сделать операции, о которых я вам говорил. То есть операции, первая, прищипка, после шестого, седьмого листа, далее подвяливание растений, и потом подкормка. Подкормка азотно-фосфорным удобрением с меньшей долей калия. Подкормили, и вы будете иметь урожай. И что, такой немаловажный аспект запомню, как отличить свежие семена от несвежих. Любые семена свежих огурцов, они имеют блестящий вид. Если, конечно, они не протравлены. Если не протравлены, вы не можете определить свежие, несвежие. Если семена в чистом, как бы нормальном состоянии, естественном, то они будут иметь свежие семена блестящие. Они блестят, яркие такие. Семена, которые более тусклые, окраска более грязная таких, более пепельных семян, эти семена уже лежалые. Вот такой признак характерный, который можете сделать для определения срока жизни ваших семян. То есть, сколько они пролежали после сбора, после того, как их собрали, эти семена. Так что, все ваши труды окупятся, и у вас не будет разочарования от вашего огурцова. А вам хороших урожая. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова